Старшиня комитета державного контроля Иван Тертерь сёння наведал открытое акционерное товарыство «Гомельшкло». Мыта-визиту ознайомиться с работой предприемства, доведаться об ягу поспехах и проблемах. Апошние месяцы выкликали складанности у житті завода. Як «Гомельшкло» змагалася с обставинами, ведая Миколай Скентиян. История завода «Гомельшкло» — это амаль 90-х годов динамичного развития. Апошняя буйная модернизация тут отбылась в 2016 году. Запустили линию по вырубу шкла с покрытём. 75% продукции идти на экспорт. Основные партнёры — Россия, Украина, Польша и краины Прибалтики. Тому ситуация с коронавирусом вымусила предприемство знизить темпы и працавать по заказах. Зараз становишься изменяется в позитивный бок. И навед у тяжкие моменты пандемии на «Гомельшкле» не было неводного выпадка скорочения штата. Мы видим, что предприятие работает и выпускает продукцию. Мы видим, что есть планы по её наращиванию. Есть, где необходимо подставить плечо государства. Для этого у нас имеются все необходимые инструменты. Решения будут приняты. С коллективом завода Иван Тертель обмерковал не только становишься на предприемстве, а алию украине в целом. Беларусь сутыкнулась с розными пирожкодами за опошней пиры. Алияк показывает жить всё, наши люди сдольные переодолить любые тяжкости. Коллектив достаточно крепкий. Здесь работают специалисты уникальные. По сути, предприятие и директор лично занимаются подбором молодых кадров, перспективных кадров. Но это, я считаю, одно из самых перспективных предприятий региона. И в целом для страны оно имеет очень большое значение. «Гомельшкло» – градоутворальное предприемство. Тут працую амаль 2000 человек. На протягу своего иснования завод проходил прозрозные складаности. Навод практически висел на волоску. Коли выращалось вопрос об его закрытии. Кировничество краины не могло этого допустить. Дякуючи его намаганиям, «Гомельшкло» зараз работает. И, как показывает опыт, предприемство целиком оправдало доверие. Миколай Скинсиан, Александр Харлампа, Утелерадиокампания «Гомель».